Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRessetInfo. Перед нами iPad 2021 года и в этом видеоролике мы посмотрим на характеристики данного устройства. Во-первых, этот iPad доступен в двух цветах. Это серебристый и серый космос или такой темно-серый. Емкость памяти здесь 64 или 256 гигабайт. Модель довольно-таки большая, я бы сказал по сравнению с iPad mini 2021 года. Есть две модели, это Wi-Fi и Wi-Fi Plus Sabler. Вы можете здесь посмотреть размеры, сравнить iPad с моей рукой. Реально очень большой. По кнопкам у нас здесь с этой части огромные стереодинамики. Кнопка домой плюс датчик отпечатка пальца. Здесь у нас Smart Connector или же умное подключение. Здесь в планшете на удивление есть трех с половиной миллиметровый разъем под наушники. Вот здесь вот режим включить-выключить из режима сна и так далее. Здесь разъем Lightning, к сожалению, слот для сим-карты Nano SIM, но только в модели Wi-Fi Plus Sabler. Также есть регулировка громкости, это понятно, и сдвоенные динамики, которые у нас находятся вот в этой части, если я не ошибаюсь, а скорее всего я ошибаюсь. Дисплей 10,2 дюйма, разрешение 2160 на 1620 пикселей, это 264 пикселя на дюйм. Технология автояркости, хороший уровень яркости, планшет может быть очень ярким. Олеофобное покрытие устойчивое к появлению следов от пальцев. Да, оно работает, но если вы поставите защитное стекло на ваш планшет, то можете с этим попрощаться, так как он все равно будет пачкаться из-за защитного стекла. Процессор A13 Bionic с 64-битной архитектурой, система Neural Engine, то есть планшет довольно-таки производительный. Мы его тестировали в разных играх, играли на нем в PUBG и так дальше, смотрели, как он с ними справится, так что можете посмотреть. Камера здесь широкоугольная на 8 мегапикселей с диафрагмой 2.4, цифровой зум до 5x, 5-линзовый объектив, панорамная съемка, HDR для фото, привязка фотографий к месту съемки, автоматическая стабилизация изображений, серийная съемка. Ну короче, в камеру напичкана довольно-таки много, но я бы не сказал, что это прям устройство для хорошей съемки, как, к примеру, iPhone. То есть, ясно, с помощью этого планшета можно делать фотографии, можно делать довольно-таки неплохие фотографии, но если вам нужна прям Pro-Pro съемка, то здесь уже вам лучше обратить внимание на какой-то из новых iPhone. Съемка видео здесь в HD с 1080 с частотой 25 или 30 кадров на секунду или 720, с частотой 30 кадров на секунду. Также здесь есть возможность снимать видео в режиме таймлапс, также замедление и так дальше. Камера FaceTime HD, это сверхширокоугольная передняя камера на 12 мегапикселей, угол обзора 112 градусов, диафрагма 2.7, HDR и все-все самое наилучшее, что только нужно. В принципе, передней камеры вам с головой хватит. Здесь довольно-таки хорошие, и громкие стереодинамики. Музыка играет хорошо, нет никаких шумов и так дальше. Здесь несколько микрофонов для записи видео, звуков, а также разговоров. По сотовой связи у нас есть Wi-Fi, поддержка двух диапазонов 2.4, а также 5 Гц. Технология Bluetooth, к сожалению, только 4.2, что очень странно. Я удивлен, почему здесь не поставили 5.0 или выше. В модели Wi-Fi Plus Sabler у нас еще есть дополнительный мобильный интернет и сим-карта. Думаю, вы это уже поняли. Здесь есть nano-сим-карта. Также в обычной у нас модели у нас есть цифровой компас, Wi-Fi, бла-бла-бла. В Plus Sabler у нас есть еще дополнительно GLONASS, GPS, а также сотовая связь. Здесь есть отпечаток пальца, трехосевой гироскоп, аксилометр, то есть все, что нужно. Разблокировка iPad с помощью отпечатка. Также вы можете оплачивать в магазине, если здесь есть... Хотя нет, здесь, по-моему, нет NFC на этом планшете. Это просто для защиты личных данных и во время покупок по интернету вы можете только оплачивать планшетом. Здесь есть Siri, это понятно. И что здесь по питанию и аккумулятора? Самое интересное, в обычной модели у нас встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 32,4 Вт в час до 10 часов работы в интернете по Wi-Fi или просмотра видео. Зарядка от адаптера питания или через порт USB-C компьютера. В модели Wi-Fi Plus Sabreler додается еще до всего этого, что я прочитал, до 9 часов работы в интернете по сотовой сети. У нас здесь есть операционная система iPadOS AS15. Я думаю, здесь ничего интересного нет. Здесь есть большое количество встроенных приложений. Также есть некоторые бесплатные приложения, которые Apple дает нам в бонусе. Здесь доступны все языки, которые нам только нужны. И больше здесь ничего не интересно. Желательно планшет хранить в температуре от 0 до 35 градусов при хранении. Просто, то есть, когда вы им не пользуетесь, от минус 20 до 45 градусов. В другой ситуации он может просто выключиться. И, возможно, даже сбросит уровень заряда батареи. Вам придется его с нуля заряжать. Мы же на данном моменте будем заканчивать. Больше видеороликов о данном устройстве вы можете найти у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok